Почти каждый дом в новогоднюю ночь украшает елка с игрушками и гирляндами. И не важно, искусственная или настоящая, она создает атмосферу новогоднего торжества. Откуда же взялась традиция ставить елку на Новый год? Одна из версий, она пришла к нам из Германии. В древности люди собирались в Новый год в лесу у наряженной ели. Таким образом, они угождали добрым духом. Потом они стали приносить дерево домой, чтобы не встречать праздник на морозе. С приходом христианства эта традиция только укрепилась. В России наряжать елочку стали при Петре Первом. Когда-то на Руси начало Нового года приходилось на 1 сентября. Но Петр Первый перенес празднование Нового года на 1 января, как это было в Европе, и заставил всех украшать хвойными деревьями и ветками, входы в заведения, крыши, заборы и дороги. Традиция прижилась не сразу. В XIX веке свои дома в Рождество украшали петербургские немцы. А первая елка в русском доме была поставлена 24 декабря 1817 года великой княгиней, а в будущем империатрицей русской Александрой Федоровной. Традиция быстро распространилась среди столичной знати и дошла до царской семьи. К концу XIX века ель стала неизменным атрибутом Рождества. Правда, ненадолго. После Октябрьской революции дерево попытались запретить, как наследие царского времени. Разрешили елку только в середине 30-х годов. Но чем ее наряжали? Жители Германии развешивали на ней красные и зеленые яблоки, позолоченные орехи, сласти и фрукты. Позже появились мастера, которые делали первые елочные игрушки из ваты. Прошло еще немного времени, и игрушки стали выдувать из стекла. И сегодня мастера стеклодувы творят настоящие чудеса. Так появляются стеклянные игрушки. Шары, зверушки, различные предметы и изображения людей. А ловкие художники своими кисточками превращают их в настоящие творения искусства. Новогодняя игрушка наглядно отразила историю нашей страны. В довоенный период выпускались украшения с советской символикой, дирижабли с надписью «СССР», шары с серпом и молотом, ватные спортсмены и пионеры с красными флажками, дети из разных республик в национальной одежде. В эпоху освоения человечеством космоса появились игрушки-спутники, космонавты, ракеты, шарики с росписью на космическую тему. Так что историю страны легко можно проследить по елочным игрушкам. Ну а в наше время они тоже радуют детей. Шишки, пирамидки, сосульки, колокольчики, зверушки, герои сказок, шары с ручной росписью, пейзажами и символикой. Любого цвета, стиля и темы. И потому каждая елка просто неповторима.